Потому что наше региональное отделение послужит серьезным моментом в части выстраивания диалога с общественными мнениями, с продвижением реализации идей, поставленных федеральным центром. И, безусловно, мы рассчитываем на конструктивную и очень плавотворную работу. На самом деле, я хочу вам сказать и большое спасибо за помощь в организации мероприятия. Мы понимаем, что нам работать, взаимодействовать. И на сегодняшний день представители общественных сил наших общероссийского народного фонда настроены на конструктивный диалог, конструктивную работу. Мероприятие пошло в плановом режиме. Все вопросы, которые перед собой ставили, мы выполнили. И надеемся на плановое взаимодействие и конструктивный диалог с властью. Зная ваш настрой, знаю ваши отношения, понимая, что надо работать и выполнять задачи, поставленные президентом, надеемся, что общероссийский народный фронт, наше региональное отделение будет работать в тесном взаимодействии, в конструктивном диалоге, споря иногда. И нужно спорить, предлагать варианты решения тех или иных проблем. И надеемся на ваше понимание и нашу совместную работу. На учредительной конференции ОНФ в Екатеринбурге, в которой участвовал Андрей Бочаров, выбрали сопредседателей и одобрили устав организации. Сопредседателями Свердловского отделения ОНФ стали почетный пенсионер ОВЗ, депутат Государственной думы Валерий Якушев, ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев и заместитель главного врача ОДКБ номер один, депутат Екатеринбургской думы Лариса Феичина. Среди наших учредителей много имен знакомых жителей Свердловской области, люди известные, авторитетные, но много людей совершенно новых, новых лиц. Но всех их объединяет одно – желание работать во имя жителей Свердловской области и помогать президенту в его начинаниях. Мы уверены, что работа будет вестись конструктивно, в диалоге, и все получится. Обязательно все получится, потому что у всех есть желание трудиться, активно трудиться во благо Свердловской области.